Всех приветствую на своем канале. С вами Лёля и её извлечный бардак. Без него никуда не денешься. Я решила, что я очень давно уже не выполняла запросы разные на видео, которые у меня накопились. Я их уже переписала в блокнотик. В общем, их много накопилось. И там был один из запросов такой. Ещё был как-то по вопросам, но это, я думаю, что всё-таки это отдельное видео, на я записываю, это было, кажется, в личке или что-то в этом роде. Запрос на 20 фактов обо мне. Там ещё было даже на 30-50 фактов обо мне. Но 20 фактов обо мне у меня не набралось. Может, конечно, это надо сильно поспоминать, посидеть, но у меня набралось исключительно 14 фактов обо мне. И кто-то мне там говорил, причём не раз, в каменах, что типа, вот, правильно, видео писать по сценарию, не поверить, а люди, сценарий практически есть. Ну, точнее, как я в деревне сидела, вспоминала эти факты о себе. И немножко так набросала себе, типа, шпаргалку. Сейчас эту шпаргалку слегка прочитала и, в общем, озвучу вам. Даже, наверное, не побоюсь этого слова на Насте, на блокнотике, который мне Настя прислала по меняшке. Вот, на нём я записала, в нём точнее, и буду прям по нему читать и озвучивать. Ну, конечно, не напрямую читать, тут просто шпаргалка. Шпаргалками я пользоваться вообще не умею, откровенно говоря. В общем, первый факт обо мне. Получилось так, что я сидела в деревне, хавала арахис. Ну, я подозреваю, что все, наверное, знают, что такое арахисовые орехи, да? В общем, в детстве я очень боялась маленьких сморщенных арахисовых орешков. Я, во-первых, я ела исключительно большие, такие круглые, розовенькие. Маленькие я откидывала, и мне казалось, что их есть нельзя. Я, мягко говоря, не то чтобы есть нельзя, и вообще вот как-то вот, знаете, какой-нибудь ядовитый гриб, от которого наркоманы ловят кайф, да? А вы его видите, блин, как его уже опасно, не то что опасно его, бедный, несчастный, зачем же его есть? Вот тут так же примерно я их отнекивала, и я очень надеюсь, что их всё-таки кушала за меня мама там или ещё кто-то. Однажды я увидела эти маленькие сморщенные орехи. Точнее, как я купила себе арахис, и получилось, что там где-то половина была этих сморщенных маленьких орешков, я решила рискнуть здоровьем и попробовать. Оказалось, что они вполне себе такие же орехи, арахисовые, круглые такие, полноценные. Но и мне даже на них как-то стало обидно, думаю, надо же, почему я вас раньше не ела. Это вот первый факт обо мне, я боялась в детстве маленьких сморщенных арахисовых орешков. Да, кто-то мне там писал в комментах, что я замороченная, но уж извините, какая есть. Второй факт. В общем, все, я подозреваю, по крайней мере, те, кто смотрит мой канал, знают, что я слегка иногда путаю, там, допустим, Астрахань, Архангель, да, там, Красноярск, Краснодар или ещё что-то. Я путала два дерева, кедр и туя. Долго-долго считала, что кедр, это то самое дерево, точнее, то самое дерево, деревья, что растут у нас в музыкальной школе, это кедры. И когда бабушкин брат привозил из Тюмени, не то чтобы вёдрами, не помню сколько вообще, но бетонами эти кедровые орешки, я так удивлялась, думаю, надо же, у нас у музыкальной школы растёт кедр, на нём какие-то орешки есть, но почему-то они не такие, их не едят и выглядят они по-другому. Потом узнала, кажется, от дедушки, идя в дерево, с ним в эту музыкалку, что это всё-таки не кедра туя. В общем, так, я понимаю, что они даже совершенно разные, вот потом уже, когда я поняла, что кедр это ближе к сосне. Не, по биологии у меня было пять, если вы там про что-то будете подумать и не то. Это вот второй факт. Да, факты все-таки странные, я просто не знаю, какие факты надо писать, я подозреваю, что будут комментарии на тему, что надо было посмотреть видео, чтобы понять, какие факты, но я смотрела видео у людей про факты о себе, ну, как-то я не вникла. Так, третий факт обо мне, у меня тут шпаргалка, но я что-то никак не вникну, что я тут себе накатала. А, вот, основной такой факт, в общем, я очень долго думала, когда, в общем, я попадала какую-нибудь в компанию, ну, соответственно, там, людей, да, тусовку, и она через полгода максимум, минимум месяца, через три, максимум через полгода она разваливалась. Я помню, тогда с сестрой мы тусили, у меня там какая-то компания была с моей младшей сестрой двоюродной. Это в детстве еще было, это как раз она, я попала, и это все так, это, сгинула еще куда-то, еще куда-то, и, в общем, я стала подозревать, что если я приду в компанию другую, то она обязательно рухнет. Потому что дело во мне, а не дело там в какой-то компании, но тут побывав в компании нашей, которая команда, да, и, в принципе, она еще живая, и я думаю, что будут еще процветать и так далее. В общем, я пришла к выводу, что дело не во мне, а в людях, которые на момент моего прихода в команду, в компанию, либо уже перерастают свои интересы, либо у них появляются какие-то другие интересы или еще что-то. Короче, дело не во мне, а дело в людях, но я действительно долго думала, что проблема именно во мне, что мне нельзя там в какую-то тусовку вливаться, иначе она откинет копыта. Да, кто-нибудь, конечно, скажет, что у меня самомнение. Ну, возможно, и так. У нас у всех частично самомнение на ту или иную тему. Четвертый факт. В общем, там он немножко связан с тем запросом у меня был в видео, запрос, кажется, от Галинки Малинки, если я ничего не путаю, то, если путаю, то, пардон, на тему там, чего люблю, да, вот, ягоды, мои любимые ягоды, три. Они чередуются, первая, вторая, третья, первая, третья, первая, вторая, да. В общем, вишня, малина и черника очень люблю. Одно время я летом покупала, года три назад, наверное, чернику, и ела исключительно чернику, потом она меня как-то погустила. Одно время я не отходила от куста с малиной. Благо, деревня у нас еще малина растет, да, и там можно где-то по шандарахтся, по дохлым деревням и обнаружить эту малину еще. Ну, и потом чернику, эту вишню, но я считаю, что черешня тоже вишня. В общем, я люблю черешню, люблю вишню. И в прошлом году, несколько лет подряд, я ее покупала так, что ела исключительно черешню. Жила на ней. Причем, это три моих любимых ягоды. Так, пятый факт. Ну, и варенье, соответственно, люблю я очень вишневое. Я иногда покупаю себе, но если покупаю варенье, то вот последние несколько лет у меня приоритетом это вишневое варенье. Я люблю малиновое варенье. Мне в прошлом году, в этом точнее, в прошлом году, да, и в этом году одна хорошая бабушка подарила. В этом году аж полтора литра малинового варенья, две разных баночки, 700 с чем-то грамм. И, в общем, люблю вишневое, малиновое и черничное. Ну, и по возможности варю то, другое и третье. Так, съедобный какой-то такой информация обо мне. Ну, правильно, я люблю поесть. Что еще-то? Так, от меня ожидать, да? Шестой факт обо мне. Вот, кстати, тоже съедобный. Теперь я не люблю, не очень люблю, могу прожить без клубничного варенья. Вот я просто знаю, что все, там это клубничное варенье, такой, о, фетиш такой, о, клубничное варенье, та-та-та, клубничное варенье. Вот я его как-то не воспринимаю. Если у нас стоит, допустим, клубничное варенье или какое-то другое, я крыжовниковое сожру лучше, чем клубничное. И, кстати, вот к пятому факту, шпаргалку глянула, еще я люблю черносмородинное варенье. Саму смородину я как-то, ну, как, в смысле, я ее люблю, но не до поросячего визга. Вот черносмородиновое варенье, но еще, если правильно сварить, еще такое же желеобразное становится, прям мармеладик. Так, седьмой факт. Шестой у нас был, что я не люблю клубничное варенье. Седьмой факт будет у нас, это относится к дыне. Дыню я могу есть, но вот, допустим, мармелад с ароматом или со вкусом дыни, конфеты там какие-то, или еще жвачка. Вот все, что со вкусом дыни, у меня не переваривает. Я из вежливости могу скушать конфетку, да, там, или там мармеладку, но для меня это не вкус дыни, а вкус тыквы какой-нибудь. Травы, не знаю чего, в общем, не люблю ароматы дыни, вне самой дыни. Так, вопрос, точнее, не вопрос, а восьмой факт, это уже, прикиньте, несъедобный. Восьмой факт. В детстве я, соответственно, с трех лет занимаюсь пианино, да, училась играть на пианино. Ну, там еще какая-то фигня была музыкальная в веселых нотках, но суть такая, что в детстве я мечтала играть на скрипке. А меня мама наезде таскала, там, с трех лет, чуть ли не с бессоздательного возраста, по всяким концертам от классических, да не совсем классических, да, и я, соответственно, при этом я не особо люблю классику, но не всю классику, если может сложиться такое мнение, там, как обычно, ошибочное частично. Ну, в общем, Лёля хотела играть на скрипке. Однажды Лёля увидела, как какая-то девочка играет на скрипке. Лёля увидела, ужаснулась, спросила у мамы, мама, что такое, зачем она так мучает скрипку, что она с ней делает, как так, прижала, да еще и держит, мама сказала, так, играет на скрипке. Я перехотела играть на скрипке. Меня попустила. Я, видать, тогда совсем мелко была, потому что я этого не помню, когда, ну, может, мне лет 10 было, я ее спросила, почему, типа, я не стала играть на скрипке, почему мне не отдали. Вот она вот такая мелкая была, вот это увидела, у тебя был шок. Так, это у нас восьмой факт был обо мне. Девятый факт обо мне. Частично семейно там меня просили фотки, да, в фотках детских не будет, вы меня простите, конечно, но я считаю, что это все-таки лично, и как-то это, всему миру показывать детские фотки, учитывая, что у меня на фотках не только я присутствую, но еще и люди, которые как бы против своей публичности. В общем, фоток не будет, но будет небольшой факт обо мне. В детстве, соответственно, там еще был Советский Союз частично, да, и там у меня висел портрет Ленина, и я считала, что дедушка Ленин, долго у меня в черепе это не доходило до мозга, это равно дедушка маме, ну, потому что если мама Лена, да, значит, дедушка чей? Дедушка Ленин. Дедушка Ленин, Ленина-то не фамилия, Ленина-то не погонял там какое-то, а Ленину, допустим, яблоко Маши, дедушка Ленин. Так, десятый факт обо мне, тоже по поводу Лены, в общем, я в детстве считала, что, допустим, мама это равно Лена, если маму зовут Леной, значит, ну, у меня, допустим, это вот, как бы сказать, вот, ребенок называют там, мама, 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 маму я звала Леной по имени. Садик меня привели, значит, мне там 3 года, садик пришла, мне докапывают, типа, как твою маму зовут? Я говорю, мама Лена, ну, в смысле, Лена, 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 типа, кто это? Мама, ну, более, примерно равно, да, и у мамы было, было две подруги, одна Лена, другая тоже Лена. И, в общем, с одной тому, что я тогда еще мало общалась, или мелко была, не воспринимала, а вот другую Лену, мамину подругу, я называла исключительно тетя-мама. Надеюсь, теперь понятно, ну, тетя-мама, да? Тетя Лена равно тетя-мама. Хотя, вот, моя мелкая племяшка, мою сестру называют мама Таня, то бишь, она различает и имя, и само вот это слово. И да, я объяснять совершенно не умею. Если вы чего-нибудь из этого бреда поняли, то я за вас очень рада. Так, одиннадцатое, опять съедобное, съедобный факт обо мне. Лёля очень любит землянику, землянику любит больше, чем клубнику. Вот все обычно там тащатся клубника со сливками, в детстве всегда не понимала, вот как это вот, ну, заставляли есть, значит. Ну, там все с радостью ели дети, да, родственники. А вот меня заставили, я считала, что меня заставляли эту со сметанкой и с сахаром, эту клубнику, на кислое. Значит, её надо посластить. Клубника со сливками, клубника там в йогурте, да, ещё там, ну, с простоквашкой как-то этот йогурт взбивали. В общем, я это как-то, я ела, это как, ну, не знаю, конечно, не как лук в салате или в супе, да, но не очень это я и воспринимала. А вот землянику я очень люблю. Так-с, двенадцатый факт обо мне. Так-с, в тринадцать лет мне делали, наверное, будут тогда пятнадцать даже фактов, или хотя бы это один факт, да, в тринадцать лет мне делали операцию, но по восстановке зрения мы там познакомились с одной девочкой, и в тринадцать лет мы с ней верили в Геру и Афину. Ну, это греческие языческие боги, если так выясняться, да, это греческие, боги греческой, древнегреческой религии. У меня даже где-то какая-то молитва записана была в каком-то блокнотике, мы с ней рисовали эту Геру с Афиной. Не помню, молились или нет, но вот молитва точно была, какой-то там стишок. И тринадцатый, у меня там на улице какие-то безумные соседи на каких-то безумных машинах или мотоциклах выпендриваются, показывая я такой громкий. Поэтому, возможно, в камеру будет слышно этот фон. Тринадцатый факт обо мне. Это уже, прикиньте, не еда. Это немножко близко к игрушкам. Если все дети любили кукол, ну, в смысле, девочки чаще всего любят кукол, я любила играть в машинки, такие у меня, у нас с сестрой были маленькие такие машинки, да, в солдатиков и еще в индейцев. Ну, индейцы тоже были в роли солдатиков, или солдатики в роли индейцев, как-то так. У меня, конечно, сейчас ни черта этого не сохранилась, но вот такой факт. Так, и четырнадцатый, последний факт обо мне. Я любила коллекционировать чертей и иконки параллельно. Иконки у меня были как иконки, вот такие подвески, да, это иконки были как календарики, а черти у меня были, ну, в основном, конечно, там было, может, парочка подвесок, но как и просто статуэтки, фигурки. На стене, вот на том красном ковре, который у многих вызывает Бэтхерт, висел вот такой чертик с подмигивающей мордочкой на красной ленточке, но потом моя родня, половину, почти все это как-то утилизировала. В общем, когда я заметила, я поняла, что мне осталась только коллекция календариков с православными иконками. Вот такие дела. Если вы досмотрели до конца, то спасибо большое, я не зря говорила весь этот бред в камеру. Если вам это было чем-то полезно, а вдруг чем-то было полезно, вдруг вы решите мне подарить банку малинового, вишневого, черничного варенья. Да, кстати, ну, соответственно, и сушеную вишню я тоже люблю. Тут я так такая говорю, у вас выбор у меня. Короче, если вдруг кто-то решит делать неприятное, то, соответственно, для него это будет, или для нее эта информация будет частично полезна. В общем, я, по крайней мере, на это надеюсь, что будет кому-то это видео полезным. Если досмотреть до конца, то я очень рада. Ну и до новых встреч, пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...